определенное, концептуальное, которое имеет смысл понимать. И я бы хотел сейчас включить презентацию, чтобы рассказать вот об этом кино, об осмысленном кинопросмотре, об осмысленном подходе к кинопросмотру. Пару секунд, пожалуйста. Итак, мы остановились на том, что кино и аудиовизуальный контент, как мы, как зрители, как взрослые, делаем инструментом. В противном случае, это просто остается таким источником блага, развлечения и так далее. И вот, чтобы поглубже зайти в тему, я демонстрирую экран и включаю презентацию, в которой я хотел бы вам сказать наше видение, наш подход. И, конечно, я думаю, что он, в принципе, разделяется многими. Мы разделяем кинопросмотр и осмысленный кинопросмотр. Дальше я обозначу, почему так. Я думаю, в принципе, уже это понятно. Но мы понимаем с вами, что формирование личности происходит в течение всей жизни, начиная с рождения, далее уже, когда этап социализации более активный, это детский сад, школа. И вот мы вот эти сегодня с вами моменты, в частности, рассмотрим. Так, да. И каждый этап, вы сами это понимаете, он сопровождается аудиовизуальным контентом. В детском возрасте это мультики, дальше постарше уже могут быть фильмы и тематики, спектр тем, конечно же, расширяется. Какие источники кино есть? Это кинотеатры, телевидение, интернет. Интернет я бы даже сейчас на первое место здесь поставил. Кинофестивали, это уже более такие маргинальные, но все-таки тоже действенные источники, киноклубы и киноуроки в школах. Я бы сюда еще добавил семейные киноуроки. Если мы посмотрим шире на кино, то, во-первых, понятно, это отдых и развлечения. Дальше мы уже понимаем, как взрослые, как педагоги, воспитатели, что в кино есть еще и киноязык, и это вполне определенное и конкретное явление. И, конечно, мастера кино, они говорят на киноязыке любителей, они больше что-то снимают. То есть это более такая поверхностная история. Кино, если идем глубже, оно помогает развивать мышление, потому что оно многослойное. И если мы можем, например, обсудить в серии «Белка и стрелка» какие-то космические явления, мы также можем обсудить и межличностные явления, мы можем уйти глубоко в историю, мы можем уйти в терминологию. Мы очень широко можем развить нашу эрудицию и, в принципе, понимание мира за счет шестиминутной серии. Вы можете себе это представить, да? А есть же еще и двухминутные серии, а есть полнометражные истории, а есть и сериалы. И все это, на самом деле, как интертекст, который содержит в себе несколько текстов, он разветвляется, и смотря один фильм, можно уйти далеко-далеко в обсуждение, в размышления. Ну и главное, конечно, вернуться обратно при этом. Кино решает проблемы и задачи. То есть это больше, конечно, уже идет в подростковом возрасте, но это, может быть, и достаточно задача такая педагогическая, например, сплотить коллектив или как-то познакомить друг с другом. Кино здесь отличный тоже инструмент. Познание смыслов явлений и прочее. Итак, кинопросмотр, осмысленный просмотр, в чем разница? Все очень просто. Мы здесь потребляем, а если мы смотрим осмысленно, мы познаем. И, конечно, важно, чтобы здесь перед этим просмотром был задан вектор педагогам, что мы сейчас смотрим, зачем мы это смотрим, хотим ли мы что-то здесь узнать, увидеть, познать, чем-то поделиться. Во всем этом процессе важно вот это три единства – ведущий, педагог, зритель и тема. Ведущий – ключевая фигура. Почему? Потому что он понимает задачки на показы, он проводник, он спутник. И, конечно, он знает, с чего начать, к чему привести. То есть по итогу задача должна быть реализована. Особенно для маленьких детей важно уметь завершать мысль логически. Например, когда мы проводили киноуроки в таких больших залах для маленьких детей, для начальных классов, для средних, очень часто бывало, что ребёнок, например, не может выразить как-то мысль, или, например, «мне нравится всё». Что понравилось в фильме конкретно? «Мне нравится всё». И вот мы пытаемся чуть каким-то образом вывести на то, что именно понравилось и почему. И если какие-то возникают вдруг мыслительные тупики, то, конечно, ведущий должен продлить эту мысль. Даже он может её завершить за ребёнка. То есть это завершение мысли. Конструктивная созидательность. То есть если возникает спор, горячий во время просмотра, конечно, мы приводим всё к какому-то такому умозаключению созидательному. Ну и мировоззрение и жизненный опыт ведущего имеет роль, потому что это, опять же, как текст, сам ведущий, его опыт жизненный, это текст. Он может, говоря о «Белке и Стрелке», вспомнить, как он путешествовал где-то со своим другом, привести историю из жизни. И всё это сложит в такую очень интересную картину, которая общее впечатление о просмотре сделает таким богатым и приятным. Тема. Здесь всё понятно. Мы учитываем контексты все, в которых находится аудитория. И социально-культурный в том числе, и зона ближайшего развития. То есть что я могу такое дать детям, что они не знают, но благодаря нашему обсуждению могут к этому приблизиться. И запрос. То есть ребята, что вы хотите сегодня узнать? Что вам интересно? Мы хотим сегодня порадоваться. Отлично. Будем радоваться, соответственно. Либо есть педагоговый запрос. Я хочу сегодня, как я уже повторюсь, объединить коллектив или познакомить. Акцент. Важная тема. Важный инструмент. Потому что именно акцент является таким средством направления внимания. Но это всё равно, что указательным пальцем показать. Смотри, вот там у нас птичка летит. Отлично. Внимание. Моё теперь на птичке. То же самое по просмотру. Мы смотрим, но в самом просмотре, что мы можем увидеть. Каких героев, какие ситуации и истории. Есть внешний акцент, внутренний акцент. Валерия сегодня говорила как раз про поступки, про персонажи, про смыслы, которые можно выявить из фильма. Внешний акцент – это целый спектр таких параметров. Это и жанр, и пространство, и время. Понятно, что не все эти параметры подходят для дошкольников. Гораздо проще нужны внешние объекты, на чём сосредоточиться. Но я думаю, что воспитатель должен понимать, что есть весь спектр и звук, и деталей, и главное второстепенно, и качество персонажей. Потому что это кино, это кино просмотр. Внутренний акцент – это актуальность просмотра для зрителя и понимание, что полезного для себя могу взять. В принципе, дети часто, ну, всегда отвечают на эти вопросы. Что полезного можно? Ну, важно поступать хорошо, важно уважать людей, важно дружить. Да, вот всегда дети очень хорошо отвечают на такие вопросы. Ну, а для педагога это движение мысли. И это, конечно, тоже имеет значение. В философском словаре у нас есть определение внимания. Мы говорили здесь в предыдущем слайде, что акцент – это направление внимания зрителя. И вот мы добавляем сюда такой момент, как вид внимания и объём, которое внимание способно охватить. И вот здесь я первые два аспекта окоснусь, а дальше не пойдём, потому что дальше уже средние и старшие ребята пойдут. Объём внимание в длительность. У младенца, вот его психологические особенности, то есть это больше такая активность. Он только, можно сказать, приходит в мир этот и пытается, и начинает себя в нём ощущать потихонечку, потихонечку. Поэтому на данном этапе, конечно, киноматериал, движущиеся картинки, они не воспринимаются. И именно поэтому здесь у нас есть статичные изображения, звуковые, сказки мы читаем. Я знаю, что многие, не могу сказать про количество, многие-немногие, но я знаю просто, что родители в очень раннем возрасте даже могут давать... Даже к нам на сеансы на кинофестивале приходили родители с младенцами. Конечно, для младенцев это непонятное действие. Вот, например, я за сын, для сына, у меня ему год. Вот такая вот иллюстрация, тактильная, тактильный предмет, можно пощупать бабушку медведя, или вот такие картинки, можно смотреть. Ребёнок, это уже возраст детского сада, он умеет сосредотачиваться. Он, ему уже можно познавать такие вопросы и моменты, как мне нравится, я хочу, моё мне надо. И особенности здесь в том, что он копирует, он подражает. Вот почему этот процесс ребёнка, этап ребёнка, он длится продолжительное время, потому что у нас даже такие уже достаточно высокие, высокие ребята и подростки до сих пор спайдермены и прочие ребята. То есть это вот такое копирование, но есть, конечно, интерес к новому, как у всех ребёнку. И вот здесь нужно этим интересом воспользоваться. Что нравится? Как раз-таки какие акценты во время просмотра можно поставить? Всё просто. Что нравится зрителю, что он заметил в кино? Герой, предмет, цвет, фраза, музыка, фрагмент. То есть вот такие вот простые моменты. И дальше уже смотреть, как ребёнок на это реагирует, можно ли задать ещё какой-то вопрос. И я думаю, что на этом мы можем завершить. По итогу, конечно, мы пойдём и по подростку пройдёмся, и по юношей девушке, и по взрослому. Но сейчас мы всё-таки с дошкольниками работаем, поэтому давайте перейдём к платформе онлайн кинотеатра 0+. И посмотрим, как на примере «Белки и стрелки» серии, которую вы посмотрели, можно разобрать её, поставить вопрос и сделать в принципе методический материал. И заодно увидим, какие есть функции у самого онлайн кинотеатра 0+, которые могут пригодиться в работе по педагогу. Я остановлю демонстрацию. И хочу спросить, как дела? Всё ли есть? Все ли здесь? Всё ли слышно? Плюсики? Раз, два, три, да, всё есть. Вернулась камера. Да, всё, сидим, всё слышим. Посмотрели про младенчество. Всё идёт. Уже. Девочки, если есть какие-то вопросы, я уже YouTube не мониторю, эфира нету, я потом буду писать. Девчонки, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате, да, чтобы какие-то, если появляются, прям пишите, потому что мы их мониторим, мы их смотрим. Нам важно сделать так, чтобы вы поняли, что происходит. Судя по всему, вопросов пока нету, но если будут появляться, я буду их тоже... Пока очень интересно слушать, Света. Да, всё, хорошо. Продолжаем слушать, Саша, продолжаем слушать и уже по мере будем тогда наблюдать за вопросами. Замечательно. Итак, кто не знаком с онлайн кинотеатром 0+, есть возможность это сделать сейчас. И я возвращаюсь опять к великолепной демонстрации экрана, чтобы показать вообще, что такое эта платформа. Я думаю, что, знаете, даже запущу видео, которое об этом расскажет, а я уже дополню в свою очередь. То есть, 0+, TV – это портал детского и семейного контента, который является методическим материалом для работы педагога, родителя. И, конечно, здесь каждый фильм – это своего рода инструмент образования и воспитания. Давайте глянем, что же сам 0+, нам говорит о себе. Родители, мы часто задавались вопросом, где можно найти полезные фильмы и мультфильмы для своих детей. И мы рады... 0+, 0+, это платформа с пополняющейся коллекцией познавательного кино и анимации о семье, дружбе, заботе, мечте, поступках, отношениях и всех тех ценностях, которые важно формировать в детстве. Я педагог и всегда стараюсь находить эффективные инструменты для обучения и воспитания. В онлайн кинотеатре 0+, найдется множество фильмов и видеоматериалов для проведения уроков и классных часов. 0+, обладает уникальной функцией осмысленного просмотра, когда зрителю задаются вопросы по содержанию и смыслу фильма. На платформе мы можем добавлять детей к своему аккаунту, создавать киноуроки, профессовые вопросы и тесты к фильму, которые будут появляться до, во время или после просмотра. Формировать подборки фильмов по темам и предметам. Я могу смотреть много интересных фильмов и мультфильмов. Фильмы онлайн кинотеатра 0+, тщательно отбираются со всего мира, лицензируются, методически оформляются. Над этим работает команда киноведов, педагогов, психологов, режиссеров и родителей. Мы смотрим кино с удовольствием и пользой вместе с 0+. Такая платформа и при таком запросе, где же подобрать контент для работы в детском саду или в семье, конечно, мы рекомендуем воспользоваться нашей платформой. Мы ее регулярно пополняем, развиваем и создаем условия для того, чтобы удобно на ней можно было найти нужные фильмы, мультфильмы или сериалы, нужные продолжительности в зависимости от того, насколько вы хотите уделить кинопросмотру занятия, например, комедия, для какого возраста мы выбираем и получить нужную подборку фильмов. Более того, вот, например, найдены фильмы, их можно смотреть. Более того, есть тематические подборки сразу. Если мы сегодня, скоро май, это будет патриотический месяц, мы, конечно, забудем соответствующая подборка, и она уже есть. Если мы говорим о таких темах, как развитие творчества, да, вот анимационная педагогика, вот есть мультфильмы о творчестве, которые можно интегрировать в эти занятия по анимационной педагогике, ну и все те ценности, что важно развивать в детстве. Скажу я то же самое, что было сказано в видео, потому что здесь и о поступках, и о доброте, все вот это можно использовать. Более того, почему я сказал, что фильмы – это методический ресурс образовательный, потому что каждому фильму есть, разрабатываются методические материалы, позволяющие этот фильм встраивать в свое занятие или посвящать полностью занятия, просмотру фильмов, разбору, обсуждению. Ну и это нам позволит, конечно же, во-первых, методические материалы, которые здесь есть, а во-вторых, понимание и база собственного вот этого знания, как можно кино использовать. Она формируется за счет просто практики. Давайте мы с вами на примере фильма «Белки и стрелка. Тайна космоса. Желание для белки» посмотрим, как можно смотреть фильм. Кстати, я бы хотел еще обозначить такой момент. Вот это наше кино, оно сейчас находится в новинках недели. Вы можете зайти, называется «Неизведанная сила кино». Документальный фильм, который мы создали для того, чтобы кратко рассказать о том, о чем я сейчас говорю, устами режиссеров, педагогов, нашими устами, и эту тему преподнести, чтобы у зрителя появилось понимание, а в чем же значимость образовательного фильма, в чем его кладезь, где же там «Неизведанная сила». Ага. Александр, буквально пока мы включаем, я сейчас быстренько отвечу на пару вопросов. Девчонки, вижу ваши вопросы в чате. Смотрите, я не просто вам дам ссылку на эту платформу, я скажу «Больше». Да, то есть мы сейчас пока посмотрим на примере «Белка и стрелка». Вам в рамках нашего марафона будет дано следующее квест-задание на этой платформе. Поэтому не расслабляемся, все, вы ссылочки получите, на платформу получите. Я там уже для себя увидела свой любимый фильм, не поверите. Мой любимый фильм «Приключения Петрова Васечкина». Это правда. Я выросла на этом фильме, все песни знаю наизусть. Поэтому это просто прям лайк этого фильма, я его там увидела. Да, ничего-таки вижу в комментариях, поэтому обязательно в нашем чате я дам ссылку на платформу и следующий квест-задание, что нужно будет выполнить в рамках работы с платформой к 24-му числу. Все получите, не переживайте. Но пока мы смотрим, что «Белка и стрелка», да, смотрим ту самую серию, которую мы смотрели в прошлый раз. Именно. Но мы смотрим даже больше не фильм, мы смотрим уже, поскольку с ним знакомы, мы смотрим его разбор и параллельно возможности, которые есть для вас. Здесь у нас несколько акцентов. Первое, мы знакомимся с платформой, или, наверное, второе. Первое, все-таки, это понимание алгоритмов работы с фильмами и как построить свой киноурок. Потому что это же важно взять с собой как пользу из сегодняшней встречи. На платформе есть два плея. Такая вот уникальная штучка. Это просто смотреть, а это смотреть с анализом или осмысленный просмотр. И вот давайте пройдемся по этому моменту. А дальше мы с вами увидим, какие еще есть возможности, чем можно фильм обернуть. Все эти возможности есть не только у нас как у модераторов платформы, но и сам педагог, сам воспитатель может свой фильм обработать так, как ему нужно. И, наверное, это одна из уникальных вещей. Итак, что же за просмотр с анализом? Давайте просто пройдемся по вот этим тайм-кодам, где у нас что происходит. А у нас здесь возникают вопросы, которые позволяют направлять внимание зрителя на содержание на самом деле. Давайте мы сейчас, я тут записал предварительно себе на 43 секунде. У нас здесь будет вопросик. У нас здесь будет вопросик акцентирующий. Мы обращаем внимание на отношения между героями. Надо посмотреть, насколько этот акцент подходит для детской аудитории. То есть можно его просто выразить или другими словами, или свой вопрос в конце концов написать, уже создавая киноурок. То есть фактически здесь же мы говорим об отношениях и как они преобразуются в течение фильма. То есть возникают вопросы во время фильма. Вот такой смыслный просмотр на платформе. Здесь мы встречаем с вами фактическую информацию о том, что падающая звезда на самом деле это не звезда, это астероид, который сгорает, попадая в атмосферу. То есть вот такое фактическое знание. И здорово, что в кино есть фактические знания, они тоже важны для обсуждения. Это тоже источник уже таких знаний, естественно, научных. И это отлично возможно для того, чтобы задать вопрос относительно этого знания, этого факта. Сейчас он появится, и он появится в форме теста. Когда можно увидеть самый большой звездопад. До этого... Так, ну как, уважаемые коллеги, а вот скажите, когда вы смотрели эту серию, может быть, вы запомнили? Валерия, я слушаю, я сейчас не вижу экран. Возвращайся, девчонки, пишите. Вот, все, есть, пошли уже в августе, 1 октября, весной, в новогоднюю ночь. Вы обратили внимание, на платформе мы эти вопросы с вами, кстати, и прорабатывали. То есть на платформе у нас с вами был и был и сам вопрос поинг, и вот этот вопрос появился. Август, все, пошли, правильный ответ. Мы пока не знаем, а вдруг неправильный. А вдруг неправильный. Да, в августе. Александр, я правильно понимаю, что вы сейчас сами принудительно ткнули на ответ? Я ткнул на ответ, да, я выбрал правильный ответ. Вы ткнули на зеленый, это правильно. А что будет, если мы ткнем в новогоднюю ночь? В новогоднюю ночь будет красный, и мы не сможем продолжить. Дальше просмотр. Я правильно понимаю, что... Вот, вы немножечко перемотали саму серию, да? Я сейчас резюмирую, чтобы я тоже поняла, да? Я хочу, потому что нам потом давать творческое задание нашим девчонкам. Да, например, мы сидим, смотрим в обычном режиме. Вот все, сидим. И вдруг, в определенный момент, чп-поньк, и вылезает этот вопрос. То есть нужно обязательно обратить внимание на то, что ребята смотрим внимательно, да? Потому что вот, например, раз... И опять-таки, ну это мы, взрослые люди, знаем, что в августе звездопад. А я, например, пока сейчас сидела, что-то... Я даже не думала, что об этом надо сейчас... Потому что именно этот вопрос вылезет. Валерия, да, а вы знаете, просто мы сейчас с вами не смотрим фильм, мы больше по нему проходимся. Буквально за 5 минут, за 5 секунд или за 10 секунд до возникновения этого вопроса вот этот факт был дан, он был озвучен героем фильма, поэтому... То есть, ну, этот вопрос специально находится именно здесь. Так, то есть и получается, обсуждается с детьми, то есть он автоматически встает на паузу, да, когда вопрос высвечивается, да? Да, есть разные типы вопросов. Первое, это акцентирующий, то есть тот, который не останавливает просмотр, он больше говорит, ага, вот здесь вот обрати внимание на это. И мы дальше смотрим, обращая внимание, соответственно, на то, что нам предлагается. Второе, это вопрос с вариантами ответа, с одним правильным вариантом ответа. Это останавливающийся вопрос. Да, здесь пауза, здесь нам нужно ответить. В дальнейшем мы буквально в течение двух недель разрабатываем еще типы вопросов с несколькими вариантами ответов, вот, и возможность вернуться к просмотру фрагмента, чтобы еще раз ответить, возможность пропустить ответ или возможность увидеть правильный ответ. То есть все вот это разрабатываем, чтобы, ну, больше было вариантов для этого. А сам просмотр с анализом и клик вот на этот play, он сразу настраивает педагога на то, что здесь будет что-то нестандартное. Мы будем смотреть, фильм будет останавливаться, на фильме будут возникать титры. То есть вот это нормально, это просто нужно понимать. А у меня, Александр, вопрос такой. В тот момент, когда возникают титры, есть возможность поставить просмотр на паузу? Потому что у нас дети не читающие. Педагогу нужно иметь возможность прочитать, озвучить этот вопрос ребенку, чтобы он продолжил думать. Есть возможность поставить на паузу? Да, и это технически будет сделано, потому что вот многие вопросы, которые сейчас здесь интегрированы, они возникают тогда, когда должна быть по сути пауза, да, потому что это нужно же проговорить, то, что возникает, нужно проговорить, обсудить. Вот, поэтому да, такая возможность будет в течение двух недель. Платформа, знаете, она такая развивающаяся, и каждый раз мы видим, что здесь добавить, что нужно. Вот так. Еще мне знаешь, какая будет большая просьба? Мы сейчас, когда досмотрим этот мультфильм, да, то есть с этими вопросами, посмотрим, что вы туда зашили, и пообсуждаем их, потому что мы эту серию уже сто пятьсот раз посмотрели, естественно, для нас не сюрпризная. Буквально каратенечко покажите нам, чтобы у нас тут тоже зафиксировалось на видеозаписи, для тех, кто будет смотреть, как зарегистрироваться на платформе, как вот пройти, ну, чтобы активизировать себя там, чтобы можно было пользоваться, и, может быть, в рамках этой встречи, либо обсудим, либо в рамках следующей встречи, но хотелось бы, может быть, давайте подумаем чуть позже, каким образом педагог может сам свой контент туда, ну, вот, например, у него сейчас познавательная задача, я не знаю, изучают они, ну, космос рано или поздно закончится у нас, да, сейчас слетает в космос, и слава богу, отметим все это событие. Ну, например, у нас там будет приближаться еще какой-нибудь праздник, который, к нему есть там, да, темы, которые мультфильмы, мы хотим посмотреть, опять-таки сказать не буду, у нас сейчас планируется большой фестиваль мультфильмов на, так скажем, духовно-нравственное воспитание совместно с Российской Православной Церковью, совместно с Союзом Православных Женщин, то есть там у нас будет контент именно духовно-нравственного воспитания, да, то есть, опять-таки, мы будем подбирать, уже есть готовый контент для просмотра с детьми на тему, ну, вот такую, скажем же, более глубокую, потому что очень много воскресных школ, да, это не для всех будет мероприятие, потому что у нас много религиозное государство, но именно для, так скажем, кластер православных детей, да, для тех, кто учится в православных школах, в воскресных школах, либо посещает храм, да, потому что таких много, вот, и у нас будет сейчас следующее мероприятие посвящено именно вот такому моменту, И вот нам интересно было бы понять, как тоже педагог может сам загрузить мультфильм или что-то, да, там фильм, пусть какой-то, для просмотра. Есть такая же функция, правильно? Такая функция как раз-таки находится в разработке. Сейчас педагог может воспользоваться контентом с нашей платформы, его обработать. Я тоже хотел, хочу это сегодня показать, даже, может быть, уже сейчас, потому что, в принципе, мне кажется, вы поняли, как работает плеер, да, со смыслным просмотром. Напишите, пожалуйста, в чате, понятно, как идет разбор серии, да, я потом, обязательно, пожалуйста, зайдите на платформу, да, сами, самостоятельно я ссылку всю отправлю, и попробуйте это в мультик спокойно посмотреть сами. Я бы просто еще добавил, вот это, это только часть, потому что есть более стандартный метод, это методический материал, который прикреплен к фильму, он уже есть, и он в формате PowerPoint или PDF, его можно скачать, его можно обновить по-своему, либо его можно непосредственно использовать. Я просто скачиваю методический материал для этого фильма, далее я его специально уже здесь открыл, далее он у меня появляется, и по сценарию я этот фильм разбираю. То есть здесь полностью методичка есть, которая раскрывает тему, как исполняются желания. И здесь мы это все для себя, понимаем, какие задачи, то есть что нам нужно. Вот она, ключевая структура для обсуждения, это создание контекста, то есть или введение в тему. Я читаю сейчас, я сама сейчас, говоришь, залипла, я читаю комментарии, до чего дошел прогресс, методический материал к мультфильму, супер. Девчонки, те, кто будет сейчас на YouTube смотреть, пометь, что я просто читаю комментарии на реплатформе, потому что коллеги пишут, да, действительно, у нас самый один большой вопрос, вот я вот вижу комментарии. Александр, у нас, правда, есть такой затык, не то же затык, это данность, у нас любые действия педагога в рамках образовательной деятельности должны сопровождаться, есть такой журнал, журнал, язык сейчас правильно называется, но такая, что мы туда реально пишем цель занятия, вот все вот это вот, как вот по этой структуре, это такой большой сейчас нам, как это, такая подмога большая, то есть вот оно, девчонки, бери и делай, что называется, да, обязательно скину ссылку на этот мультфильм на платформе, обязательно посмотрите еще раз сами, посмотрите, какие методические, то есть вы все это можете, правильно я понимаю, что они могут зайти и все это скачать, методическую разработку? Ну, это надо скачать и себе на флешку загрузить и потом запустить где угодно, они могут, педагоги могут, воспитатели это подредактировать, вот где-то, потому что могут добавить что-то свое, но вот здесь мы раскрывая тему желаний, загадывания желаний, мы уходим как раз-таки в контекст, вот у нас есть слайд, да, и мы размышляем о том, что какие мультфильмы, мы говорим о мультфильмах, мы говорим об особенностях любимых мультфильмов, мы вспоминаем мультфильмы, где еще загадываются желания есть волшебство, и вот такая начинается беседа на эту тему, и, конечно, мы готовим к просмотру ребят, и здесь, по сути, структура презентации, это те вопросы, которые могут быть заданы, и на которые у детишек будут ответы, вот, и они могут дополняться, они могут идти, и в идеале сопровождать слайдами визуальными, сделать стоп-кадр фильма, вставлять его, и обсуждать, то есть, акцент в этом, конечно, идет на, вот, на том, что я здесь сказал, создание контекста, далее, это вводная беседа, просмотр фильма, и обсуждение, мы обсуждаем героев, что понравилось, почему белка была грустная, что ей не хватало, да, и все, и ребята начинают включаться, мы обсуждаем поступки, пространство фильма, то есть, где это, что это, как, вот, интересный вопрос, да, как отдаленность дома влияет на героев, как вы думаете, то есть, мы касаемся чего-то за пределами фильма даже, и... А, пожалуйста, вот я сейчас вот сижу и думаю, это вот такая презентация, столько вопросов, девочки, на шестиминутную серию, страшно подумать, что происходит в каких-то больших там фильмах. Да, но главное не переборщить, то есть, все равно, мы это как рекомендацию даем, а на воспитатель он уже смотрит, что взять, что не взять, где-то, может быть, там взять PowerPoint, выделить для себя вопрос жирным, что вот этот я задам, этот нет, то есть, так, чтобы не перегрузить, чтобы интерес кинопросмотра все-таки был, вот, ну и, конечно, активность по итогу, например, творческое задание, можно здесь разделиться на две команды, команда Казбека, команда Белки, и одна будет загадывать желание, а другая придумывать, как их осуществить. Разные игры и активности можно придумывать, все это сопровождается также визуально, и мы проговариваем желание, какие есть, вот, интересно тоже задание, придумайте, а нет, напишите на листочке список тех желаний, которые вы сможете исполнить сами для себя. Мы же видим с вами, что некоторые желания Белка могла и сама реализовать. Ну вот, и, конечно, итог, то есть, что больше всего понравилось, и что можно взять для себя, и поскольку мы понимаем, что сейчас еще режиссер предлагает сообществу создать и придумать серию новую, то можно было бы и придумать новую серию уже после просмотра. То есть, вот так. Я обратила внимание на четвертый слайд, слушайте, так интересно. Вот я больше, чем уверена, девчонки, смотрите, я больше, чем уверена, что, ну вот так, что лампа Аладдина, многие дети, может быть, назовут волшебную палочку, многие, а цветик-семицветик, есть у меня ощущение, что вспомнит только наше поколение, что и был такой мультик, где помогали мальчику с особыми возможностями здоровья, да, и девочка именно помогла ему. Слушайте, правда, кстати, это хороший мультик, и что-то посмотрите. И вообще, было бы здорово, конечно, увидеть, мне кажется, ремейк, если бы он еще сохранил все вот эти ценности, которые в том мультфильме советском есть, было бы действительно здорово. Кому-то нам. Педагог, воспитатель, родитель, что можно сделать? Во-первых, мы с вами говорим, что есть три роли на платформе, зритель, родитель, наставник. Вот то, что мы с вами, в общем-то, и говорили, три участника процесса воспитания, родитель, педагог. И третий у нас идет, что? Три участника воспитания, вот мы говорили. Так, примерно то же самое, только не зритель, родитель, наставник. Зритель, т.е. ребенок, наставник, т.е. педагог, родитель, т.е. родитель. Те же самые три кита, вот они вот здесь у вас по-другому чуть названы, а так все тоже. Мы выбираем роль родителя, выбираем роль наставника, которая нам позволяет уже работать с материалом. Ну давайте вот прямо из фильма, который мы нашли по поиску для следующей темы, пусть не космической, а любой, мы добавляем его в подборку и придумываем эту подборку. Например, детский сад, номер такой-то. Ну давайте я это сделаю. Вот детский сад, я уже ее подготовил. Мы ее добавляем и создаем киноурок. И здесь мы как считаем нужным, так и поступаем. По поводу вопросов. Это вот если мы делаем осмысленный просмотр. Мы можем начать рассмотреть фильм. И просто в качестве эксперимента. Сейчас попробуем сами придумать вопрос к нему. Внимание, внимание, всемирная сенсация. Все микрофоны, камеры нацепь. Ну например, вот тринадцатая секунда. Без ответа, вопрос без ответа. Почему мультфильм начинается с рэпа? Да-да, либо, например, можно было бы спросить, что такое сенсация? Понимают ли дети это слово? Ну и отлично. Кстати, в сценарии моего сегодняшнего выступления, которое я в голове проматывал, был вопрос к вам, что же здесь можно задать? Что такое сенсация, да? Да, потому что у нас еще основная задача и в детском саду, да и в школе, это расширение словарного запаса. Да, расширение лексики, так скажем, да? И слово сенсация, это не самое популярное слово для детей, мне кажется. Я не знаю, девчонки, напишите в комментариях, употребляют ли дети это слово. Мне кажется, нет. Мне кажется, даже больше современные дети сейчас будут называть слово сенсация аналогом слова контент. Или там шок, хайп, хайп контент. Да, вот будут, скорее всего, даже... Дети просто применяют ли дети, не употребляют. Девчонки, да, опять-таки, вот я бы сюда вот именно ввела бы такой вопрос с точки зрения развития речи. Это тоже наше, ну, занятие в садике. Это отличное предложение. Мы добавляем этот вопрос. Вот он у нас сразу здесь фиксируется. И проверяем, как он у нас здесь работает. Смотрим. Что такое сенсация? Ага, то есть, грубо говоря, я правильно понимаю, что этот момент можно поставить в мультик на паузу? То есть, изначально педагог просматривает мультфильм, сам думает об этом мультфильме. Девчонки, это вот то, что мы с вами делали на бумажке. На бумажке, помните, я говорю, девчонки, на бумажке. Но теперь не на бумажке, а вот так вот, обработав существующий уже на платформе какой-то контент, мультик или фильм, то, что вы хотите посмотреть, вначале смотрите, создаете вопросы. Ну, и поскольку вы сами понимаете, где этот вопрос выплывет, после этого они могут поставить на паузу. Не то, что поскольку вы понимаете, где он выплывет. Да, вот здесь есть прямо время, где вы указываете этот плеер. В течение скорого времени здесь будут у нас галочки, которые будут показывать, где именно находятся вопросы. То есть все на то, чтобы было проще и понятнее. Все удобно, прикольно. Будем пробовать. Ага, спасибо. Давайте еще попробуем чуть-чуть с ответами. Ну, например, Валерия, вопрос с ответами. За одним дверным ответом. Не слышно мне, можешь чуть погромче, Серия? Угу. Я просто не слышу, что там, чтобы какой-нибудь вопрос пыльнуть. Ага. Давайте вот здесь. И давай, Бел. Доложить, что случилось? Да ничего не случилось. В этом-то и проблема. Не понял. Ну, вот здесь можно, в принципе, задать вопрос, например. Вот очень интересная фраза. Ничего не случилось, в этом-то и проблема. Знаете, как у нас у взрослых обычно. День прошел, и слава богу, ничего не случилось, и во славу божию. Да? Особенно у педагогов, у кого есть зона ответственности за жизнь и здоровье детей. А у Белки, наоборот, получается, такое страдание, что ничего не случилось, ей плохо, ей скучно. Вот как-то вот, если, может быть, на этом отыграть, что по-разному люди, это как вот у оптимиста и пессимиста, стакан наполовину полный, наполовину пустой, а здесь, так скажем, ничего не случилось, и это плохо, бывает такое, что день прошел, и слава богу. Ещё, не помогите, не могу. Здесь можно, да, вот эту тему обсудить. Это, конечно, будет открытый такой вопрос на обсуждение. А если что-то с ответами, то как вот это можно состояние её назвать, которому... Ну, не знаю. Почему Белка грустит? Может быть, так? Потому что это тоже. Ещё одно из наших направлений работы с детьми дошкольного возраста это работа с эмоциями. У нас идёт работа с опознанием своих эмоций, работа с эмоциональным интеллектом, да, то есть самопонимание своей эмоции, почему она произошла и как её правильно понять, чтобы не войти, ну, в некое состояние депрессии. Это глубокая работа психологов происходит, но и в образовательной деятельности обязательно мы прорабатываем эмоции. У нас даже есть специальные игры, где улыбающийся смайлик, грустный смайлик, да, то есть у нас прямо есть работа с эмоциями. Это тоже вот интересная фишка. Ну вот, и правильный ответ, какой у неё здесь? Так, а у неё, по-моему, там, что желание у них хоть не исполнилось, по-моему, так что-то было, да? Давайте вот так тогда, да. Не исполнилось желание, там, не знаю, не дали конфетку, не дали конфетку или там пришлось идти в детский садик. Я не знаю, ну что обычно там дети, почему могут грустить? Кстати, вот это тоже интересная проработка. Утром, когда детки плачут, кричат, многие не хотят идти в детский садик, ну, бывает такое, да, причём они потом через 15 минут переключаются, у них уже полное счастье, но первые 15 минут порут так, как будто их на растерзание отдали. Именно вот в тот момент существует проработка вот этой вот эмоции, да, и, кстати, многие дети могут сказать, что белка грустит, потому что её мама в садике оставила. Девчонки, напишите в комментариях, вот у вас детки, бывает такое? У меня было такое. И вот мы этот вопрос добавляем и увидим, соответственно, как он появляется в нужный момент. Не понял. Почему белка грустит? Не исполнилось желание, не выспалась, поссорилась с приятелем, притворяется, да. Ну, кстати, вот в комментариях, да, Александр, видите, да, девчонки тоже акцентируют внимание на эмоцию, грусть, что, да, они заметили, что именно эту бы ситуацию они бы хотели обсудить, потому что, правда, есть у нас проработка эмоций. Да, да. Всё, и получается, выползает. Не исполнилось желание, зелёненьким. Классно. То есть педагог может сам придумать вопросы и их зашить на любой контент, который находится на платформе. Супер. Всё верно. Детский сад, я могу пригласить или родителя с детского сада по почте, он заходит через личный кабинет, у него здесь будут его подборки находиться, детский сад, который называется, и родители смогут этот фильм показывать прямо из личного кабинета своему ребёнку своими вопросами. Ага, то есть я правильно понимаю, что педагог, да, девчонки, я вижу ваши комментарии, дети грустят, потому что боятся, что их из них заберут из садика. Ну да, 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 знаете, как это с собаками, почему они боятся дома оставаться одни, грустят, потому что думают, что хозяин не вернётся, да, и у деток тоже. То есть правильно я, Александр, понимаю, что педагог самостоятельно подготавливает, например, что-то к просмотру, ну если мы берём третьего участника образовательного процесса, семью, подготовливает какое-то вот видео к просмотру и даёт, например, задания на выходные хорошим мамам, которые не хотят гулять и тусить, а хотят позаниматься своими детьми, да, причём в приятной форме при просмотре мультика. То есть они говорят, мамочка, ты можешь зайти, вот это наша вкладка, детский сад, звёздочка, да, вот, дать на неё ссылку, правильно я понимаю, ссылку дать, или она найдёт, сама эта мамочка как-то. У нас ещё и будет ссылка с приглашением вот конкретно в ту подборку или в ту группу, которую педагог создал. То есть это могут быть только дети или там только родители. Да, заходит там сразу у него подборка фильмов или прям подборки тематические, которые вот он может смотреть, сразу проработанные с методическими материалами. Замечательно. Коллеги, вот, пожалуйста, вот тоже этот момент зафиксируйте, да, что, то есть каким образом мы, так скажем, привлекаем родителя не сами они там что-то, да, а именно по вашей задаче. Очень интересно, очень классно. Александр, на три секунды выключу камеру и микрофон. Нужно сделать один звонок очень срочный. Пожалуйста, прошу вас владеть эфиром. Помимо этого, конечно, родители сами просто могут зарегистрироваться и весь тот же функционал, который здесь есть, он им будет доступен. Более того, мы сейчас делаем такой редизайн, чтобы было все еще более понятно с подсказками, с направлениями, так, чтобы вообще вопросов не возникало, а где вот это находит функционал, а как добавить вот здесь мне ребенка или пригласить. Все будет максимально понятно, но вот уже это рабочий инструмент, которым можно пользоваться. Далее, конечно, мы здесь указываем, можем указать предпочтения, какие фильмы, какие жанров, видов нам, мы хотели бы видеть в качестве рекомендаций для себя, и они будут у нас выходить в рекомендуемые на главной странице. Есть киноклубы, можно создать киноклуб садика своего, ну, например, здесь вот я в нескольких киноклубах состою, если зайти в принципе, то здесь у нас множество уже киноклубов люди открывают, и мы над ними тоже работаем. Это, может быть, киноклуб садика, который позволяет выстроить свой репертуар для детского сада или для родителей. Ну, например, киноклуб 0+, и здесь я могу создать свое мероприятие, запланировать его, время, где, когда, онлайн это может быть мероприятие, и оформить это мероприятие. А дальше отправлять его в соцсети и продвигать, приглашать людей на события. Я могу добавлять фильмы, которые на платформе, или фильмы, которых нет на платформе, любые. И в дальнейшем то, что Валерия сказала, фильм, который добавляет педагог, наставник, он тоже сможет методически прорабатывать. Ну, вот, такой в целом функционал. Если говорить еще про возможности, про развитие эмоционального интеллекта, у нас есть прям целые две подборки фильмов до школьного возраста и младшего школьного возраста, направленные на развитие эмоционального интеллекта. Сейчас оно подгрузится. И каждому фильму, вот видите, подборка одна, смотрим с детьми, смотрим с детьми постарше. здесь есть еще такая возможность, как вот осмысленный просмотр, это понятно, а есть еще прямо сразу же здесь внизу обсудите после просмотра вопросики, игры и упражнения сразу здесь же не надо ничего скачивать, всячески такие разные ходы мы сделали удобно для пользования игры и упражнения тематические по фильму. Ну и конечно можно оставлять рецензии, мы будем организовать конкурс с рецензией, но это конечно для школьников, вот детишкам главное какая-то активность чтобы была. Ну в целом вот так я конечно если у вас есть вопросы я буду рад на них ответить. Рекомендации по желанию мы все обязательно учитываем, это позволяет нам развивать этот портал. Ага, Александр, вот вопрос, подборки доступны только по ссылке или же всем? Я так понимаю, что вы просто еще заходите на платформу и там пожалуйста ищите все, что берите, правильно я понимаю? А что вы имеете ввиду? Какие подборки? Ну вот пишет Надежда, подборки доступны только по ссылке или же всем? Не совсем, знаете, расшифры личного кабинета. Да, подборки личного кабинета они сейчас они доступны тем, кого педагог приглашает себе в группу. Ага, то есть она создает свой, так скажем, сундучок, давай так называем, сундучок, сундучок, который она складывает видосики всякие разные интересные, уже обработанные задачками. И на этот сундучок дает ключик, то бишь приглашение своей маме, ну там, да, там коллеги. подборки фильмов, например, три фильма для детского сада, вот они, три. И я я приглашаю, я выбираю детский сад, эту группу, я приглашаю туда тех, кто здесь должен быть. Можно назвать это детский сад, да? Да, потом они заходят, и у них вот здесь в подборках они выбирают свой детский сад. Мы сейчас систему еще более проще сделаем. Вот, сейчас просто нужно выбрать детский сад, свою подборку, и для тебя будут здесь мультфильмы. Классно. Надь, я надеюсь понятен вопрос. Опять-таки, мы ни с Александром, ни с Николаем не расстаемся. Мы уже начали, что называется, и с Андреем Срубицким, и мы теперь не расстаемся никогда с нашими прекрасными мужчинами, которыми влились в подготовку наших педагогов, потому что, действительно, это вот сейчас еще не так скажем вводное понимание о том, что это за платформа и как с ней работать. Мне, честно скажу, понятно вот сейчас, потому что тогда я не поняла. Девчонки, напишите, пожалуйста, в комментарии понятна ли, как посмотреть уже зашитые вопросы, ну, это уже готовая мультфильма, которые есть, вот его нашли, проанализировали. Ага, хочу его посмотреть в группе, либо хочу дать задание родителям, что как посмотреть и что будет выполнять. Напишите, пожалуйста, понятно ли это? И напишите, пожалуйста, понятно ли, что есть возможность обработать мультфильм или фильм самой И я понимаю, что пока не попробовал ручками, совсем понятно, как это сделать. Но у нас, Александр, мы, в общем-то, педагогов не держим. Простых у нас только региональные звезды московские. В принципе, у нас, ну, и ниточка собралась педагогическая, поэтому вопросов, я думаю, что даже если будет появляться, но мы будем обязательно помогать. Я буду, ну, перезадавать вопросы. Александр, почему-то не переживайте. Если возникнут вопросы, поможем. Понятно, хочется практики. Так, 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 никуда не уходим. Ну, подождите, практики. Все побежали. Девчонки, да, действительно, это очень здорово. Я сама, честно говоря, терпела. Я об этой платформе знала уже, как вы понимаете, потому что я передачу записывала давно. Я реально терпела и специально ничего там не делала, чтобы начать это вместе с вами. Потому что вы знаете, что я успаковку люблю делать вместе с вами, все сюжеты смотреть вместе с вами. Мне нужны тоже первоначальные эмоции. Это очень важно, потому что я очень эмоциональный человек, мне нужно испытать первые эмоции. Мне сейчас по кайфу. Мне сейчас кажется, это просто... Ну, я такого еще не видела, такого не знала. Честно говоря, ну, это круто. Это очень бьется в ту тему. Девчонки, да, давайте подумаем. Бьется в ту тему, что мы обсуждали. Посмотри с умом. Вот, да, через платформу это же можно теперь делать. Обязательно все ссылочки дам. Посмотри с умом какой-то мультфильм, либо фильм. Обговори, продумай, интерпретируй. А дальше снимайте мультфильм, может быть, с этой темой, может быть, с этими персонажами, может быть, на какой-то отдельно взятый вопрос об эмоциях. То есть увидели, проработали, создали. То есть к чему я, в общем-то, и веду, чтобы именно их творение мультфильмов, опять-таки, не просто создали, а создали с точки зрения того, что рассказывал Андрей, с точки зрения режиссуры, драматургии, сценарного подхода, раскадровки. То есть к чему я этот, в общем-то, наш марафон веду, чтобы по итогу... У нас просто сейчас идет конкурс анимационных фильмов. Кстати, всем хочу сказать, что прием заявок закончен, все, все, все. Больше никакие мультики мы не принимаем. Девчонки, хватит. До 9 марта был последний день. Итак, мы простили, простили всех. И вот сегодня даже я дозагрузила мультик, потому что мы доброе сообщество. Мы с Василисой Добряшки. Ну все, девчонки, правда, 113 мультиков. Было объявлено, что всего 108 будет, потому что 108 минут летал Гагаил в космосе. Да, и поэтому мы хотели приедать только 108 мультфильмов. Но, ну просто связаем мы мольбами. Доприняли. 113 разрешили, положили. Все, девчонки, больше нет. Смотрите в этом плейлисте, голосуйте. И к чему я веду? К тому, что следующий наш конкурс, а у нас будет еще скоро один конкурс, об этом мы с Вами поговорим чуть позже, а на какую тему. Давайте мы уже его, когда будем снимать мультфильмы, Ваши мультфильмы, я их все пересмотрела, сразу скажу, и Вас будут смотреть члены жюри. Ну, а давайте мы с Вами Ваши мультфильмы уже будем с детьми снимать с точки зрения того, как мы прокачались. Что, зачем, почему, какие основные вопросы, потому что вот эти вот вопросы, которые заложены сейчас на платформе для просмотра готового мультфильма, давайте не будем скрывать, именно из них строится сценарий мультфильма. Режиссура Ваша. То есть к чему? То есть завязка, что произошло, кульминация, развязка, то есть это же все из этих вопросов и будет выстраиваться. Поэтому я думаю, что мы с Вами выйдем на качество наших конкурсных мультфильмов на очень высокий, после того, как мы с Вами вот так вот прокачаемся. И буквально хотела немножечко вставить. Вы знаете, насколько я люблю интеграцию всего со всем? Почему вот именно проект грамотного просмотра, да, вот эту тематику, мы связали с вопросом анимации. Плюс ко всему, всю анимацию я всегда стараюсь подвязывать еще под какие-то дополнительные модули. В каком плане модули? У всех в детском саду есть что-то. Лего. Снимаем мультики на Лего. Опять-таки уже забили конструирование, да, познавательные интересы, которые закладываются линейками Лего и позанимались анимацией. Песком, пожалуйста, да, в эти мультики. Это работа, как правило, психологов, такой релакс, песочная терапия и в то же время мультфильм. Вопрос об эмоциях, девчонки. Дот-модуль. Посмотрели Белку, обсудили, что грустно. Подумали, что ко всему. Пожалуйста, у кого есть набор, думаю, что у многих есть. Да, вот он, тот самый набор, который называется эмоция. То есть почему вот здесь вот у нас девочка веселая, а здесь девочка злится, да. То есть у кого есть такой набор, пожалуйста, очень классно, кстати, вот в эту тему можно интегрировать. На много разных есть кубы эмоциональные, да. Вот. Поэтому мне все понятно. Девчонки, пожалуйста, пишите вопросы, какие у вас появляются. Александр, вам слово. Да, и нам почему важно, чтобы была обратная связь, потому что именно благодаря ей, и мы это уже по опыту знаем, формируется, оттачивается, совершенствуется продукт. Поэтому вот я видел, тем, кому непонятно, нужно зайти попробовать, да. И если что-то непонятно, нам, ну, конечно, нужно написать везде, вот здесь у нас внизу есть форму обратной связи, написать нам, кто, где и что. Что нужно добавить, усовершенствовать и прочее. Ну, плюс новый релиз вот такой личного кабинета у нас будет через концу марта. Там уже нам еще более все понятно. Вот. И очень приятно, что такие нервнодушная элита у нас здесь. И так по-доброму и хорошо оценила платформу. Давайте сотрудничать. Да, обязательно будем сотрудничать. Александр, давайте, может быть, мы прямо сейчас придумаем, потому что, я думала, мы с вами потом скромненько в уголочке после эфира обсудим. А что, если мы сейчас, вы же знаете, что у вас зашито на платформу? Примерно по контенту и примерно по возрастной категории. Наверняка у вас это хоть как-то? Ты понимаешь, там много всего? Может быть, что-то... Может быть, мы сразу дадим, у нас же сразу квест, да, то есть мы выполняем задание, выходим на следующий уровень. Выполняем задание. У нас до конца дойдут не все. У нас такое, да, прокачка серьезная. Вот. Поэтому, а что, если мы прямо сейчас с вашего совета дадим задание нашим педагогам проанализировать и посмотреть определенный мультфильм, может быть, лучше мультфильм, наверное, да, какой-то вот для нашего возраста, для нашей возрастной категории до 7 лет, который у вас уже есть, посмотреть его самой, подумать, посмотреть его с детишками и как задание выберите тот мультфильм, который... Слушай, а может быть, как задание к этому же мультфильму задай свои вопросы? Так бывает? Ну... В какой форме это подать? К этому фильму задай вопрос, где они должны быть? Они должны быть... То есть, грубо говоря, вот как с Белкой мы сейчас сделали, то мы смотрели вопросы, которые вы со своими методистами, да, я правильно понимаю, что у вас работают педагоги, психологи, методисты, киноведы, то есть, это не, девчонки, это не просто вот кто-то сел и написал вопросы, это именно специально люди с образованием это все делают, да, то есть, понимая структуру психовозрастную и прочее, да? Вот. То есть, я правильно понимаю, что, грубо говоря, вот как на примере Белки, мы посмотрели Белку с теми вопросами, которые вы придумали, но мы же еще и добавили свои. Мультфильм. Да, да, да. А можно взять мультфильм для домашнего задания, квеста, перехода на следующий этап. Есть ли какой-то мультфильм небольшой? Потому что вы педагоги тоже, то есть, чтобы они не смотрели 40 минут мультфильм. Есть ли какие-то у вас маленькие, интересные мультфильмы, несущие действительно хорошую тему для детей? Нет, это про космос. Может быть, что-то у вас другое есть, да? Можно сейчас рекомендовать как серию для просмотра, что уже есть, посмотри с детьми, и проработать хотя бы три вопроса дополнительных. Мне почему нужно? Вопросы они все умеют задавать. Александр, это я больше уверена. То есть, вопрос с точки зрения педагогики у них моментально появится. А мне важно, чтобы девочки получили навык, вот тот скилл, умение работать с платформой. Потому что, ну, вот они раз попробуют, и потом уже не остановить. Почему я хочу дать такое задание, квестовая? Я предлагаю выбрать на ваше усмотрение три фильма. Я могу отправить где-то здесь, например, с ссылкой. А вы выберете, с каким поработать. Отличная идея на самом деле. Да, девчонки, давайте тогда следующим образом поступим. Мы даже не сейчас это будем обсуждать. Мы тогда попросим, чтобы мне, Александр, в личное сообщение, давайте в WhatsApp или в Telegram, Александр нашел. Я как раз сейчас параллельно смотрел фильм и нашел. Вот, готов уже поделиться предложениями. Да, да. То есть, вы не скинете те три, давайте дружим, слава, слава, дружелюбная женщина в мире. Давайте вы тогда скинете три ваших предложения, да, и, может быть, давайте дадим на выбор. Девчонки, вот будет три предложения, выбирайте любой из трех. Вот какой вам больше нравится. И я тоже такую работу выполню. И позже мы потом уже с вами все встретимся, когда уже вы сможете, не как гости, вот так вот вы сейчас, к сожалению, у меня безмолвные, безмикрофонные, да, но все те, кто дадут до финала, обязательно мы все встретимся вот так вот в онлайне. Вы сможете выйти, мы просмотрим, что вы там проработали, обсудим, проговорим. Да, давайте тогда, Александр, мы от вас ждем рекомендацию на три каких-то фильма или мультфильма. Да. Мультфильм сделали. Да, вот. Девчонки, я вам сейчас в чат перекину в наш ватсапе, уважаемые, кто сейчас смотрит на ютубе, кто хочет поучаствовать, всегда традиционно, у меня за спиной, вайбер, ватсап, телеграм, инстаграм, директы всегда у меня открытые. Быстрее реагирую на телегу и на ватсап, честно, вайбер немножечко у меня такой, не сильно реагирует, поэтому если кто-то хочет сейчас подключиться и понять, что происходит, да, подключайтесь, да, сертификаты за участие получат уже только те, кто дойдет до конца, да, то есть там сертификат мегазвезда, пока не буду говорить какой. Но получить знания и прокачаться можно уже и на этом этапе. Это подключаться можно всегда, да, лучше впрыгнуть в последний вагон, чем пропустить и не понять вообще ничего. Поэтому присоединяйтесь, и мы вас всегда ждем. Да? Да. Видимо, Александр согласен. Александр, что у вас еще есть сообщить, либо на этом мы первую нашу встречу завершаем сегодня? Ну, я бы хотел еще анонсировать такое мероприятие, как конкурс «Лучший кинопедагог», в котором у нас есть номинация дошкольного возраста. Это как раз-таки разработка своих киноуроков, методических материалов к киноурокам, и вот эти методические материалы будут соревноваться с методическими материалами других воспитателей. Победители получают призы и денежные вознаграждения. Но анонс будет попозже. Я думаю, что Валерия поможет нам передать, когда мы запустим конкурс. Не просто поможет Валерия передать. Уважаемые наши зрители, члены Союза дошкольники России, те, кто сейчас находится на прокачке. Да? Вы знаете, что у нас такое движение достаточно. Есть задача, выполняем. Девчонки, обязательно считаю необходимым поучаствовать в этом мероприятии, потому что это новое. Я даже не слышала, что такое бывает. Мы должны достойно представить наш Союз дошкольники России. Плюс, безусловно, от нашего Союза будет постоянная поддержка и методическая помощь. Да, мы вас от них не бросим. Кто захочет поучаствовать, будем помогать. Давайте обязательно поучаствуем. Положение. Вон новый конкурс. Все, девчонки. Не расходимся. Маши смотреть на платформу, искать конкурсы. Обязательно ссылку Александр мне пришлет на конкурс, на положение. Правильно понимаю, да? Мы обязательно вам ее передадим. Эта ссылка будет размещена на всех наших социальных сетях Союз дошкольники России. То есть мы, получается, ну да, будем официально принимать участие однозначно. И обязательно все вам будет доступно и все вам оповещу. Считаю, необходимо принять участие, поэтому давайте прокачиваться. Пока есть время, давайте прокачивать наши вот эти вот скиллы. Потому что... А когда, кстати, конкурс такой будет, Александр? Конкурс мы запустим в апреле. Вот. Примерно так. И еще через полгода другое событие. Кстати, параллельно еще конкурс семейных видеороликов. Мне кажется, я сейчас буду через запятую говорить. Вот. И кинофестиваль «Ноль плюс», который у нас в прошлом году уже стал акцией, можно так сказать, всероссийского кино. И есть возможность в своем детском саду организовать показ фильмов новых, разных, которые мы выберем в шорт-лист кинофестиваля. Это все профессиональный контент. Вот. И стать площадкой кинофестиваля в своем городе. Вот еще такое предложение. Шикарно. Шикарно совершенно. Потому что действительно у нас сильные детские сады. Плюс у нас детские сады работают рука в руку с управлениями образования города Москвы. О, города Москвы. В общем, Москва. С его города, да. И, естественно, да, с методическими центрами, со школами. Девчонки, выразите, пожалуйста, ваше пожелание вашего города принять участие как площадка, да, вот этого проекта. В общем, смотрите, у нас с вами на самом деле... Вот что я говорила. Стоит один раз с кем-то познакомиться, потом мы начинаем просто уже веками дружить вместе, потому что где-то интересы, задачи пересекаются, и это здорово, это интересно. И я думаю, что это будет очень правильно, познавательно, интересно. Это выведет наше, так скажем, понимание... Не так, не наше понимание, мы-то понимаем все. Понимание окружающих нас людей, других профессий, других образовательных ступеней, что мы, педагоги дошкольного образования, не то что не хуже, мы в каких-то моментах намного профессиональнее, намного компетентнее, намного важнее других, возможно, каких-то кластеров. Сама немножечко от таких слов иногда грущу, потому что я учитель. Я учитель старших классов официально, и на всю жизнь стала фанатом именно педагогов-дошкольников, потому что для меня это элита. То есть ставлю выше педагогов-дошкольников, чем школьных учителей, это правда. Ну, просто я сама это все прошла, я сама учитель, и я вижу, как и что происходит в детском саду, у хорошего воспитателя. Поэтому, девчонки, давайте подключимся к этому мероприятию, покажем, что ого-го, и такое мы тоже можем, и на высоком качестве, да, мы правда можем, потому что очень профессиональные педагоги из разных регионов. У нас, кстати, тоже Александр, если будет интересно, давайте потом обсудим. У нас в августе, в августе будет большой форум. Не просто такой зовут Василиса, да, у нас первый вылет в очную форму, у нас первый город, где мы организуем форум, слет Василис, а наших вот членов Союза дошкольники России летят все, ну, как, не в смысле все, а все регионы, которые у нас такие активные, да, от Якутии до просто центров, все-все-все, и встречаемся мы в городе Калининград. Встречаемся мы в городе Калининград, в областном институте развития образования Калининградской области. Может быть, там мы уже сможем, например, посмотреть какие-то конкурсные работы вот педагогов дошкольного кластера, да, что-то уже, потому что мы же не просто там встречаемся, на море отдыхаем. Да, мы отдыхаем на море, но мы в процессе моря, мы работаем, у нас такой дружественный полет, так скажем, образовательный туризм, так скажем, да, потому что утром мы работаем, мы прокачиваем скиллы, у нас мастер-классы, у нас обучение, у нас взаимо, так вот, одним опытом. И мне кажется, было бы уже интересно, например, даже на экране площадки института показать, например, какие-то интересные работы с точки зрения вот уже вашей конкурсной программы. Подумайте об этом, это у нас первые дни августа, да, потому что прилетят педагоги в очко. Это будут живые педагоги, вот которые с нами сейчас здесь. Многие, кстати, которые с нами сейчас здесь, они же будут вот в Калининграде, потому что мне кажется, было бы интересно один, может быть, киновечер, девчонки, да, может быть, мы даже там попробуем договориться в Калининграде, я буду сейчас этот вопрос, если Александр с Николаем его утвердят, может быть, мы попробуем договориться с каким-то зеленым кинотеатром в Приморском городе, чтобы посмотреть это на Приморском Бризе в зеленом кинотеатре. Вы знаете, у нас в Москве есть зеленые кинотеатры, на природе в парках ставят, наверняка в городах это тоже есть. Мне кажется, такое уже есть. Может быть, даже вот какой-то такой еще сделать контент, мне кажется, это будет интересно. Это будет точно интересно. Есть еще вот этот формат включить на обсуждение киноигр. Да, это, мне кажется, будет очень интересно, потому что такая прокачка... Давайте мы обязательно эту тему обсудим, потому что я уверена, что девчонкам, кто полетит, это будет интересно прежде всего им. И второе, это будет, в принципе, нам. Очень важно, что еще больше народу заинтересуется этим проектом. Потому что, вот вы видите, да, девчонки, посмотрели. Ничего сложного, но для нас ничего сложного и интересного. Представляете, сколько труда, для людей это стучно. Мне даже сложно представить, сколько это программистам, методистам, психологам стоило труда такое завести. Прям страшно подумать, но это очень полезно. Спасибо большое, что оценили. Мы готовы сотрудничать. Вы очень приятные люди, сообщества и профессионалы. Спасибо большое, Александр, за встречу. Уважаемые наши гости здесь на платформе. Мы с вами встречаемся в нашем чате Союза Школьники России. Кто не может, да, пожалуйста, напишите сейчас в чате, что, как вам, о чем, чтобы Александр почитал. Я пока буду прощаться с нашими зрителями и говорить, что, пожалуйста, пишите мой WhatsApp, мой Telegram, мой Viber. Если вы хотите продолжать эту тему сейчас прокачивать, пишите, я вас обязательно включу. Мы с вами обязательно все это обсудим. Встречаемся в нашем чате Союза Школьники России. Получаем ссылочку на просмотр. Смотрим, анализируем, прорабатываем тем, тот контент, который нам отправит Александр. И следующая наша встреча 24 марта. Через месяц. Через месяц. Через неделю. Конечно, через неделю. На большом образовательном форуме, где мы с вами встречаемся. Обязательно пресс-эмисс этого мероприятия появится в ближайшее время на наших социальных сетях. Поэтому спасибо всем огромное за то, что вы сегодня были с нами. Каждый раз у нас возникает вопрос у спикеров, у приглашенных. Валерий, сколько по времени? На той неделе Андрей говорил. Ну, минут 20. Я говорю, ну, давайте минут 20. Мы были 2 часа. Александр, сегодня спрашивали. Насколько по времени? Я говорю, как пойдет. Непонятно. Это может увлечь, может быть, 15 минут краткой информации, а может быть, увлечь, и мы будем, ну, вникать. И вот, смотрите, да, по полтора часа, а как 15 минут. Это правда. Почему-то по полтора часа мы с вами, да, сейчас были вместе. Поэтому, пожалуйста, пишите. Не забудьте, пожалуйста, на Ютубе поставить лайк этому видео, поставить обязательно колокольчик наверху, потому что подпишитесь. Каждый раз на этом канале появляются разные интересный контент, который будет вам полезен. И если вы не поставите колокольчик и не подпишитесь, вам не придет оповещение о том, что появилось новое видео. Ну и плюс ко всему, не забывайте, не забывайте, в течение всего этого месяца голосовать за понравившиеся мультики в нашем конкурсной программе «Мультзвезда». 113 мультфильмов. Сейчас здесь, в плейлисте, плейлист «Мультзвезда 2021». Выгружены мультфильмы, пожалуйста, смотрите. Голосуйте лайком. Обязательно просматривайте. Еще раз повторюсь, что оцениваться будет в профессиональном жюри по специальным протоколам, которые есть в положении, но обязательно введена информация о народном голосовании, выбор зрителя, кому какому-то понравился. Поэтому я прекрасно понимаю, что вы приглашаете голосовать своих знакомых, друзей и прочего. Это не запрещено. Это можно. Но учитываться будет победа только в случае, если не просто 100-500 лайков и нету просмотров, то есть это я восприму как накрутка голосов. Попросите зайти посмотреть мультфильм ваш конкурсный и поставить лайк. Потому что у меня стоит счетчик. Счетчик на просмотр, счетчик на лайки. Отключила я счетчик на комментарии, потому что возникла алгоритм YouTube для меня до сих пор еще какая-то космическая тема, потому что в настройках я все поставила с открытыми комментариями. Естественно, всех настройки едины, но к определенным мультфильмам комментарии блокируются. Не знаю почему, не могу понять, возможно, что-то связано с контентом, что содержится в мультфильме. Возможно, YouTube воспринял мультфильм контент для детей, хотя я в настройках ставила, что контент для 18+, но разрешенный, не имеет запрещенных визуальных и аудиообразов. Но, опять-таки, умом YouTube наш не понять. В YouTube мы можем только верить. Поэтому, девчонки, убрала я раздел «Комментарии» как оценочное явление. Комментарии приветствуются, кто может комментировать. Это очень интересно, почитать, что же пишут. Но лайки, просмотры. Поэтому, пожалуйста, помогайте своим конкурсантам. Ну и посмотрите другие мультфильмы, потому что есть много интересных мультфильмов. Помогите голосом тем мультфильмам, которые классные, но, возможно, не имеют достаточного количества друзей, чтобы прийти проголосовать, как у вас. Давайте друг другу поможем, потому что, в любом случае, экспертные члены жюри приступят к работе уже в ближайшее время. И вот даже вот здесь я бы хотела очень было поблагодарить моих помощниц, моих фей в конкурсе «Мультзвезда» Веру Антюшину. Это педагог из города Королев, которая все это время принимала заявки на почте. Именно с ней вообще я принимала заявки и заносила их в удобную для меня таблицу, из которой я брала уже эти данные и загружала. Я эти данные в Балаваде загружала все трое суток без сна, без отдыха, и теперь трудится следующая наша пчелка. Она же потрудилась с Светой Кириллиной, которая же здесь, она с нами, это город Борни-Жегородской области. Она систематизировала правильный алгоритм для работы судей. Поэтому мы работаем все вместе, мне очень все помогают. Вера и Света, спасибо большое, что вы помогаете и не бросаете нас, меня в одну в такой сложной ситуации, потому что действительно не разорваться. Поэтому смотрите мультфильмы, голосуйте за мультфильмы, поддерживайте своих педагогов, ну и обязательно приходите на другие наши конкурсы. Космокейс уже идет полным разгаром, принимаются заявки и, конечно, турнир по соревновательной алгоритмике. Об этом мы с вами будем говорить позже, но обязательно о каждом положении отдельно мы с вами встретимся. Спасибо большое, всем хорошего дня, напомню, что завтра, в среду, мы вновь с вами здесь, встречаемся на этом канале вместе с городом Королев на марафоне Космокейс. Всем пока-пока, не забывайте поставить лайк и комментарий этому видео. Так, записи я остановила, уважаемые девочки, кто здесь,